Здарова, ребята! В сеть утекли кат-файлы айфона 15, еще даже весна не наступила, а мы уже с вами примерно представляем, как будет выглядеть айфон 15. Перед началом видео хочу вас попросить подписаться на наш телеграм-канал, ведь только в нем все самые быстрые и самые свежие новости из мира Apple. Ссылка, естественно, в описании. Сайт 9to5Mac эксклюзивно получил первый кат-файл изображения нового айфона 15, и это был действительно эксклюзив, больше ни на одном источнике я таких вот файлов не видел. У 9to5Mac действительно очень хорошие и надежные источники, им действительно можно доверять. Чтобы вы понимали, кат-файл это не финальный дизайн телефона, это нечто такое приблизительное, как будет примерно выглядеть телефон или устройство, там будто iPad тоже утекали в сеть. Поэтому здесь не нужно делать какие-то супер-таки большие выводы, но мы с вами можем порассуждать на основе как раз-таки этого утекшего файла, как приблизительно будет выглядеть айфон 15, что там с портами, что там с камерами, ну и с его габаритами. Как вы видите на файле, камера стала еще больше, скорее всего это связано с теми слухами, что здесь будет очень крутой зум объектива, перископ, как его там еще называют. Ну а что касается айфона 15 Pro, скорее всего, то камеры будет еще больше, чем в айфоне 13 Pro Max, 14 Pro Max, соответственно там будут какие-то новые фишки, новые функции. Знаете, какой у меня возник интересный вопрос, когда я снимаю это видео, я подумал, а что будет, если действительно камера станет настолько большой в айфоне, как мы будем класть айфон камерой вниз на стол. Даже сейчас, опять же, я пользуюсь 13 Pro Max, кстати, обзоры есть на канале, посмотрите. Когда ты кладешь его на стол, то он очень сильно дребезжит, то есть он неровно лежит за то, что камера выпирает. А что будет в айфоне 15 Pro, как если там будут увеличивать камеру, как вообще мы будем класть на стол. Но это так маленькое лирическое отступление. Представляете, действительно, если камера будет настолько большой, какие-то можно делать снимки. Я, конечно, люблю свой айфон в плане фотографий, он делает очень круто, даже в темное время вроде как неплохо делает. Но представьте, если камеры будут больше, соответственно, там сенсор можно больше расположить, какое будет качество там. Что касается блока камер в целом, то здесь также будет лидар и будет вспышка. Здесь, собственно, ничего, никаких новых изменений нет. Летим дальше, дизайн телефона. Здесь не сразу бросается в глаза, но присмотревшись повнимательней, вы видите, что сейчас у нас айфон 14, айфон 13. В принципе, плюс-минус это один и тот же дизайн. Здесь идет симбиоз айфона 11 и айфона 12. Давайте, скажем так, в этом новом айфоне 15. Давайте выдадим такую характеристику. Края закруглены, как в айфоне 11, и также они идут плоские, как и в айфоне 12. Но, опять же, чтобы дать какую-то оценку, нужно все это подержать в руке, поиспользовать, использовать это устройство, и тогда уже сделайте какой-то конкретный вывод, прикольно это или не прикольно. На мой взгляд, этот дизайн крайне похож на новые MacBook Pro. Вот эти вот здоровские, на M1 Pro, на M1 Max. Ну, или уже сейчас на M2 Pro, M2 Max. Кнопки в этом телефоне будут немного отличаться от того, что у нас сейчас с вами есть и к чему мы, собственно, с вами привыкли. Лоток сим-карты останется на прежнем месте, а вот что касается качеля громкости, кнопки Mute и кнопки включения-выключения, то они станут твердотельными, давайте скажем так, точно такие же, как и точно такая же кнопка Home, как и в айфоне 7 или айфон 8. Кнопки будут не физические, а будут отрабатывать Tab Check Engine. Их нажатие, имитировать это нажатие, это действительно что-то новое, это что-то такое прикольное и необычное. По кнопкам громкости у меня, в принципе, вопросов нет, а вот что касается кнопки Mute, то здесь интересный момент, как это будет работать. А еще есть нюанс, что эти кнопки не торчат из телефона, они как бы туда утоплены. Тоже интересный момент, о котором стоит подумать и так поразмышлять, представить, как вообще может выглядеть айфон 15. Если мы посмотрим с вами на экран этого телефона, то и Dynamic Island остался точно таким же, как и во предыдущей версии. Ну и ладно, нам, в принципе, это не так важно. Здесь, опять же, можно увидеть, что дисплей стал чуть-чуть больше за счет того, что рамки стали меньше. И я знаю, что многих этот вопрос волнует, мне, в принципе, это не важно. Есть там рамки большие, а не небольшие, для меня это вообще не критично. Но я знаю, что многим не нравится айфон за счет того, что там вот такие вот, ну ладно, вот такие вот рамки. Ну да ладно, здесь рамки уменьшатся за счет этого, конечно же, будет больше полезной площади для потребления, там, не знаю, создания контента. Ну и, конечно же, вместо Lightning там будет USB-C. Вот такая вот конструкция на этом CAD-файле. И вы знаете, я, честно, уже да, наверное, согласен, что пора входить в этот USB-C, потому что Lightning нужно таскать с собой два провода. Вот у меня, например, здесь iPad Air на супер классном Type-C и iPhone 13 Pro Max, на которые, собственно, я и снимаю это видео, и их нужно заряжать двумя разными проводами. Это не очень круто. Я ношу с собой и Lightning, и USB Type-C, вот в частности, когда куда-то ухожу, и получается, что так я мог брать один провод. Ну ладно, это как бы такие мои проблемы. В общем, USB-C будет в этом айфоне 15. Но, опять же, здесь момент. Это 15 Pro, либо это 15 обычный. Можно сделать так, что в 15 Pro мы ставим Type-C, в 15 обычном мы оставляем Lightning. Ну да ладно. Плюс еще есть информация, что Type-C может быть ограничен по скорости зарядки и по скорости передачи данных. Смотрите, Apple выпустит свой какой-то USB-провод, который будет стоить, не знаю, там, 2,5 тысячи рублей, но с помощью него вы будете быстро передавать данные, вы будете быстро заряжать свой, собственно, смартфон. А если вы воспользуетесь каким-то альтернативным, не который сертифицирован Apple, то у вас будет скорость зарядки медленная и, собственно, скорость передачи тоже медленная. Это, конечно, грустно, но, скорее всего, так и будет. Напомню, что именно iPhone 15 должен претерпеть какие-то изменения, ведь каждые 3 года Apple что-то меняет. И если все этой концепции следовать, то следующий iPhone, который мы увидим, то есть iPhone 15, это будет некий такой законодатель моды айфонов на ближайшие 3 года. К сожалению, сейчас, когда вы переходите с iPhone 11 на iPhone 14 или с iPhone 12, там, на 14 Pro, вы не ощущаете те прекрасные чувства, которые ощущали, когда вы переходили с iPhone 4, допустим, на iPhone 5, или с iPhone 5 на iPhone 6s, там, вот типа такого. Понимаете мысль, когда действительно есть какая-то большая такая разница в дизайне. По факту сейчас, что iPhone 10, да, у нас был некий такой старт, вот эры новых айфонов с челкой, закругленные, без кнопок, вот это все. В принципе, сейчас плюс-минус оно, но и тоже и идет. То есть никаких серьезных изменений в дизайне мы с вами не видим. Ну, скорее всего, и в 15-м тоже не увидим. Подпишитесь на наш телеграм-канал, там самые свежие, самые быстрые новости из мира Apple. Ну, и также подпишитесь на YouTube-канал, если вы до сих пор этого не сделали. Дальше больше, всем здоровья и пока.